О, отскакивает. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Сергей Гемаев сейчас ударил Дениса Вихарева. И Гемаев с Осиповым сейчас будут биться. Драка у нас. Осипов держит за свитер. Несколько ударов Сергей пропускает. И падает Осипов по очкам, выигрывает эту битву. Ну и заступился за своего партнера. Гемаев довольно жестко. Сыграл против Вихарева. Посмотрим еще за этим эпизодом. А то, что было потом, это уже следствие предыдущего эпизода. Ну, по пять минут за драку получат Осипов и Гемаев. Это уже точно. Но Гемаев, наверное, получит за пол против Вихарева еще какое-то наказание. Итак, дожидаемся решения арбитров. Вихарев на себе, да? Два малых штрафа заработал еще и сейчас. Два драку. Пятиминутные штрафы наказаны. Иран Магида номер 56. Адмирал номер 8. 5-5. И это все? Арбитры предлагают посмотреть на Вихарева. Любопытно, да? Интересное решение. То есть в действиях Гемаева никто не обнаружил. Фула против Вихарева. Арбитры, я так понимаю, ничего предпринимать не собираются. Давайте посмотрим. Да, Вихареву хорошо прилетело от Гемаева. Чисто силовый прием. Сергей сыграл жестко, Вихарев. Так, опять драка. Опять драка. И теперь Лалонт. И Колтон Гиллис. Бьют по корпусу. Лалонт сбил шлем. Лалонт неплохо в обороне работает. И, ух ты, Капу выбил, по-моему, Лалонт Гиллису. Повязали друг друга, по-моему, все. По-моему, все. Бензин кончился. Команда финального рига, номер 81-й. Команда отбирала Килосток, номер 9-й. Вот по 5 минут драка. Хотелось бы понять, а что, собственно, привело к этой драке. Но, судя по реакции арбитров, не было зачинщика. Но разменять Колтона Гиллиса на Шона Лалондо, это, конечно, грамотно. Так что Рига молодцы в этом плане. Давайте смотрим. Ну, нет, из этого ничего не понятно. Ну, решили скинуть, наверное, договорились до этого. Скажем так, неравноценный размен получился. Потому что Лалондо лидер.